маржинального обеспечения добрый день меня зовут евгений каташов компания в тем брокерс ежедневный прогноз рынка форекс с точки зрения зон маржинального обеспечения и объемов я вот уже второй раз сегодня забывая кнопочку на микрофоне нажать поэтому маленькие такие задержки что ребят давайте не будем задерживаться поехали быстренько все это дело посмотрим с точки зрения объемного анализа проанализируем где же нам интереснее заходить в ту или иную позицию переходим сразу же к инструменту евро доллар да смотрите ребят спорная ситуация да сразу говорю по еврику никаких мыслей идей у нас не будет я данных в данном обзоре до постараюсь просто объяснить почему среднесрочный лонг мы наблюдаем в рамках среднесрочного лонга мы видим внутри дневной шорт сейчас цена находится на объемах текущего контракта если вот это движение рассматривать мы находимся на уровне депо который только на азии туда-сюда мы прошили то есть явно идет борьба явно идет спор за доминацию покупателей или продавцов и говорить о том кто из них окажется по факту сильнее мы не можем поэтому когда увидим конкретную ситуацию тогда и будем уже думать что же нам делать каким образом эта ситуация может все-таки реализовываться до 1 мы уходим выше этих максимумов выше зоны нкз на откате от этих объемов новые зоны 1 4 поиск паттерна поход наверх к недельной контрольной зоне золотого цвета это основной сценарий в рамках вот такого движения правильно я в принципе в большей степени рассчитываю именно на этот сценарий альтернативный сценарий это если вот это внутри дневная тенденция отработает шорт да мы по ней не работаем так как отбой не было от недельки но на 1 2 нас ничего не удержит мы окажемся ниже зона 1 2 тогда вплоть до новой 1 2 которая где-то здесь и будет ну или от новой 1 4 мы начнем искать продажи все что говорю вчера в принципе делать не нужно и сегодня ничего делать не нужно фунт против американского доллара замечательная ситуация по поводу удержания зона 1 2 абсолютно не имеет никакого значения факт того что мы на гэпе улетели ниже чем зона 1 2 самым главным до нас является факт того что европа да именно англия затащили этот инструмент на своей торговой сессии назад диапазон выгодных цен и пошла у нас борьба на объемах среднесрочная тенденция у нас в лонг внутридневная тенденция отработала защита зоны 1 2 уже есть что она мешает поработать на покупку нам мешает поработать на покупку только отсутствие паттерна то есть паттерн на слом вот этого движения понятно найти просто физически невозможно поэтому давайте будем искать паттерн на продолжение этого движения единственный паттерн который ну лично я знаю это информация 123 как угодно это дело называете поэтому вот эта точка для нас является сегодня основополагающей 130 178 после того как будем обновлять эти максимумы только тогда нам включаться будут вот эти значения и объемов контракта и значения уровня депок для того чтобы мы здесь вошли в сделку на покупку первый тейк на обновление максимума второй тейк недельная контрольная зона стоп либо сюда либо сюда уже смотрите по поводу как скажем так жадность ваша настроена если мы пытаемся работать по фунту будем смотреть объемы недели недостаток мы видели это объемы прошлой недели которые выше текущего положения пары учитывайте этот момент в том плане что контролируете свои риски чуть чуть поменьше вот нужно выбирать да и в принципе никаких точных плеваний у нас здесь нет явного такого ничего не наблюдаем поэтому ну в половину риска можно вот таким образом поработать на покупку это сигнал конкретный сигнал после обновления этих максимум приходим далее пара австралийский доллар против американского доллара среднесрочная тенденция ланговая импульс коррекция импульс коррекция импульс мы сейчас находимся в предполагаемом коррекционном движении ко всей вот этой тенденции самым лучшим вариантом поработать по этой самой тенденции будет поработать после тестирования зоны 1 4 без обновления вот этих меню то есть для нас есть замечательный диапазон поиска точки входа на покупку этот диапазон обозначен котировками 070 98 071 15 здесь есть на 1 4 принципе вот эти объемчики поэтому формирование паттерна непосредственно на зоне 1 4 вот таким образом как это было у нас вчера например да это идеальный момент для поиска точки входа после перебития км будет откат не будет но вот здесь к сожалению этого отката не было мы не знаем будет он или не будет но гадать и с какой-то вероятностью говорить вообще не имеет никакого смысла но мы будем очень надеяться и рассчитывать на этот самый откат потому что только перебитие км даст нам вероятность того что у нас сломалась вот это коррекционное движение да и только откат позволит нам поставить правильный стоп и поставить правильный тейки работать с более-менее хорошим и явным соотношением запомним давайте вот такие котировки это объемы текущего контракта вот здесь есть 71 18 71 20 по сути это где-то будет точка входа но после теста четверти и после того как сформируется паттерн если будем уходить ниже и на зоне 1 2 у нас начнет рисоваться точно такой же паттерн будем работать на покупку да не меняет это ничего потому что тенденция может выглядеть вот таким образом мы будем отсюда работать на покупку но естественно будем уменьшать риски почему потому что это . все-таки достаточно важная хорошая интересная . вот эти точечные вливания никуда они не делись они остаются но если мы будем работать в половину риска это же не значит что мы будем зарабатывать меньше мы будем терять меньше а заработок у нас предполагаемый останется точно таким же потому что запас хода и целевые значения у нас двинутся гораздо выше и увеличив в пунктах нашу прибыль да мы получим в принципе в процентах такую же прибыль как если мы работали полноценным каким-то лотом от зоны 1 4 поэтому здесь работает при наличии паттерна в полную силу под тем данным которые мы наблюдаем именно по объемам и именно по зонам несмотря абсолютно никакие другие ресурсы это если отдельной статистика отдельным счетом работать а если падаем на зону 1 2 да по сути вам второй сигнал на сегодня первый был по фунту 2 по австралу работаем в половину риска почему в принципе все объясню все рассказал приходим далее пара новозеландский доллар против американского доллара здесь но у нас не было вот этой котировки на бирже поэтому мы понимаем что зона чуть-чуть сдвинута тем не менее зона 1 4 мы уже протестировали объемы текущего контракта у нас располагается выше текущего положения пары на недельной контрольной зоне даем или не дойдем но по сути у нас вот эта недельная контрольная зона у держа на мы не ушли выше нее потому что закрепа выше этой зоны не было вероятность дохода сюда не самая высокая то что тут произошло на каких-то новостях это всего лишь на всего новости которые не влияют на котировки движения в новостях крупные участники рынка не сидят более того все это дело происходило в тот момент когда биржа не работала то есть там не было никого в этих самых новостях пустое абсолютно движение не объемов ничего движение пустое обращать на него внимание абсолютно никакого не нужно это свеча абсолютно не сильнее не слабее там вот этой маленькой свечки или вот это или вот это это все вот равнозначно ноль поэтому на четвертинки вот которая у нас как бы сдвинута совсем чуть-чуть мы можем посмотреть прям точно на сколько же пунктов она сдвинута там 38 40 пунктов по пятизнаку и и мы уже протестировали здесь надо искать паттерн если перейти на меньше time пожалуйста смотрите вплоть до m5 пока я вижу вот эти максимумы очень интересные 065 73 это те максимума на которые буду обращать внимание какая копеечная защитка тогда была она здесь на недельке вот когда такие ситуации у нас рисуется на 1 4 где-то вот хороший момент вот реально хороший момент никто не знал что мы вот сюда потом уйдем на эти 14 пунктов но реально момент вы представляете войти вот здесь сделку со стопом 3 4 пункта вот 4 пункта реально у вас уже вот здесь один к пяти это моменты которые мы ищем с вами там на зонах но здесь опять же ситуация просто это если вручную построить на зона 1 4 как бы смены тенденции то у нас там не было но если все таки построить с вы должны обращать внимание на все вот эти моменты где мы располагаемся относительно какой зоны если вот отсюда построить хотят немножко далековато все-таки ушли да так на взгляд мне показалось что прям четко красиво но тем не менее вот эти все ситуации вы должны пытаться отрабатывать и здесь мы точно так же будем искать новые точки входа саму вот эту котировку я бы использовал как такой вспомогательный момент откуда неплохо поработать туда поэтому план можем даже построить конкретный третий сигнал уже даем до сегодня уходим сюда тогда вот эти максимумы можем использовать закреп можем вторые максимумы обозначали вот эти тоже можем то есть вариант один опасный но вот такой вариант 2 менее опасный вот такой поработать на покупку цели обновить максимумы и неделька золотого цвета 60603 рассчитывать на то что пойдем значительно выше не стоит потому что тут же объемы всего контракт далее доллар против японской иены хорошее место на поиск точки входа те кто поработали у нас от прошлой четвертинки заработали первые теки получили до второго не дошли вторая часть сделки вот 1 4 переведена без убыток но сейчас мы обращаем внимание на котировку зоны 1 4 112 117 и на максимальное скопление объемов 112 27 112 36 и точное ливание здесь и вся вот эта проторговка здесь очень долго мы бились в прошлую недельную контрольную здесь недельную контрольную зону сутки двое-трое даже четвертые сутки мы еще и и тестили поэтому очень хороший диапазон для того чтобы поискать точку входа на продажу сигналы просто прут сегодня по объемам да поэтому давайте смотреть еще и объемы недель мы видим сейчас что на текущей неделе у нас объемы располагаются значительно ниже текущего положения пары уровень депо который мы натягиваем на предполагаемую коррекцию также находится ниже именно этот момент даже при наличии паттерна а в качестве паттерна мы можем использовать в качестве контрольного минимума для паттерна можем использовать вот эти минимумы также можем обозначить эту котировку дать какое-то числовое значение 111 92 так вот даже если мы перебьем эти минимумы это не дает нам права еще входить сделку на продажу потому что объемы всей коррекции у нас располагаются ниже и объемы недели у нас располагаются ниже если здесь борьба будет более долгая более насыщенная каким-то вот таким образом тут что-то погуляем и у нас объемы и все недели перестроиться куда-то сюда но это не основное что это вы смотрите audi сергей мы уже ену рассматриваем давным-давно быстренько перезагрузитесь но и самое главное мы будем смотреть на то как перетекает уровень депо вот это основной сигнал который я буду использовать да потому что принципе в качестве баланса недели мы будем смотреть с вами как раз таки объемы прошлой недели где они располагались сейчас вот они данные прогружаются то есть вот это очень хороший диапазон сопротивления для нас это хорошо это замечательно мы его протестировали есть прям идеал очка до ждем депо к и все вот нам нужен перетекание уровня депо к это будет прям точка входа в которую мы будем входить так и тамара у нас видит ауди ребят ну давайте 10 секунд подожду он смотрите алексей ену куку ену видит ребят мы рассматриваем ену обновите флэш до вчера вам помимо 5 обновления было ну тут никак уж не быть такие проблемы у нас с флэш-плеером вот такая ситуация в общем работаем по енис посмотрите в записи ох ты егор крит насмотрит егор крит присутствует у нас на обзорах здорово 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 сейчас мы будем разводить black star на бабки я не слушаю моя жена любит сейчас подумайте что я прям такой слушатель всей этой фигни ну кому как до постояне на такой музыке далее смотрим швейцарис у нас ой канадец 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 и канада не дает нам возможности войти полноценно в сделку у нас много моментов которые сдерживают нас от входа в сделку по среднесрочной вот такой тенденции по сути тенденция продолжается небольшими объемами конечно можно работать чуть ли не с текущих стоп сюда вероятность прихода сюда все-таки у нас порядка 70 процентов но мы смотрим как выглядит коррекция предполагаемая и она выглядит но не очень-то и по фэн-шую вот только где контрольные максимумы и говорить о сломе этой коррекции мы можем только тогда когда окажемся выше если мы окажемся выше тут до тейка тоже ничего не осталось мы видим замечательную защиту недельной контрольной зоны мы видим замечательную защиту зоны 1 2 мы видим объемы всего контракта мы видим объемы предполагаемой коррекции что еще посмотреть мы можем посмотреть объемы недели я думаю они тоже будут и прошлое это ребят куда лезть то вот куда лезть нам объемы четко и явно говорят блин сядь на забор посиди ничего не делает реально очень опасная ситуация у нас были инструменты на которые мы имели право обращать внимание мы не говорим что инструмент не выйдет данные из этого флэта мы знаем что рано или поздно он выйдет но когда это будет через час через неделю и в какую сторону к сожалению я не гадалка опять же вокзальная может быть и к счастью как я люблю повторять поэтому ничего не делаем по данной паре пропускаем далее идет швейцарец и здесь по сути можно сейчас сказать все то же самое что сказали по канаде хотя тут и паттерн у нас уже нарисовался значит давайте будем вспоминать и размышлять что у нас было здесь были покупки здесь были продажи я из этих покупок вышел в ноль эту продажу закрыл на зоне 1 2 2 ч сделки у меня четко вот тут переведена в нулевой безубыток на плюс два пункта вниз потому что смог уже маленький на как все без убытки стоит продажа есть без убытки которые мы открывали в рамках отбоя от недельной контрольной зоны и закрепа там за зона 1 4 поэтому мы поработали на продажу что делать сейчас если работать по среднесроку вот поэтому паттерна учитывая кстати приколюху то здесь да такую точечное выливание то вот те кто хотят войти вы должны понимать что риск сделку воздух ваш должен быть прям копейка в копейку минимальный и первые тейки или без убыток вы должны как раз таки ставить на вот этом самом скопление объемов которые может выступать выступить у нас качестве сопротивления и мы не будем гадать кто здесь у нас сформировал вот этот объем реально его сформировали именно продавцы рыночные понятно что против покупателей с противоположной стороны на продавцы оказались у нас более сильные продавили все позиции которые тут были by limit который не удержали инструмент рыночные продавцы доминируют сейчас мы находимся ниже объемов контракта мы находимся ниже объемов предполагаемой коррекции говорить о том что мы пробьем эти объемы фифти-фифти я не знаю насколько это дело произойдет поэтому то что мы отсюда можем отбиться мы должны это понимать и поэтому если вы по этому паттерну решитесь все-таки сейчас на небольшом откате зайти в сделку на покупку вы должны вот по приходу цены сюда либо частичку забираете сразу же вторую переводите без убыток либо полностью всю сделку переводите без убыток уже согласно системе стратегии методики оставляйте и ждите то что мы обновим вот этот максимум я все-таки рассчитываю то что мы пойдем вниз на мнение мое субъективно связано с тем что у меня висит сделка слушать прислушиваться к нему не надо поэтому я постарался по максимум объективно вам рассказывать уже третьи сутки то что у меня происходит на швейцарцев один из самых неликвидных инструментов но раз уж я залез в него то я и даю по нему максимально полный анализ чтобы вы понимали на основании чего я залез на снова ничего я вылез как и что держу и куда я захожу принципе все переходим далее последний инструмент у нас золото обещал кстати нефть вам да ничего не сделал ладно ребят по золоту опять же мы с вами смотрели по другим инструментов в принципе нет смысла входить сейчас по золоту на покупку но если будем говорить откровенно только про зоны и только про объемы то чем нам мешает войти в покупку прямо сейчас мы видим замечательно удержание четверти мы видим здесь формирование 1 2 тройного 1 то есть после того как мы обновим вот этот максимум вот этот максимум почему бы не попробовать с очень коротким стопом для золота это просто феерический вход все-таки войти на обновление этих максимум соотношение один в двум взять и хорошо на больше я пока не рассчитываю даже в большей степени рассчитываю на то что мы уйдем и закрепимся ниже чем зона 1 4 а еще лучше ниже чем зона 1 2 перебьем вот эти минимумы и на откате поработаем к недельной контрольной зоне которая как раз таки у нас будет на объемах вот это для меня основной сценарий но выполнять его я буду только после того как закрепимся ниже зона 1 2 пока же я не вижу ни защиты никакой сточных плеваний пока только котировочная защита который вот ну в режиме реального времени наблюдая но у нас и месячная граница зона месячная пр здесь и опционы здесь жесточайшую границу сейчас рисует показывает поэтому учитывайте эти моменты если все-таки вы хотите купить да по нашим анализом с точки зрения объема до после пробития вот этих максимумов тут ну сделайте это так чтобы даже если вы потеряли вы посмеялись не заметили этих моментов все ребята да в принципе у нас все закончилось да ну что сказать давайте он так визуально покажу покажу что у нас у меня происходит на других брокерах потому что там есть нефть есть нефть да даже ну там для себя мы настроили советник и здесь у нас хороший момент по нефти на продажу опять же мы видим удержание зона 1 2 мы понимаем что вот здесь объема не будем сейчас смотреть вот здесь была проторговка я гадалки не ходи вот здесь объемы по нефти можно входить с текущих первая цель обновления минимума вторая цель недельная контрольная зона золотого цвета шестьдесят восемь девятьсот семьдесят шесть все отключаюсь от vpn of своих от серверов показать показал раз обещал но вот здесь пока не настроен все ребят принципе на этом теперь уже точно окончательно все всем спасибо что приходите смотрите всем поменьше стопов побольше профита всем пока пока